Всем привет! Это проект Люди Дела на Залив ТВ. Путь к сердцу танцора лежит через преподавателя. Сегодня мы лично в этом убедились, побывав в Сестровецком филиале Дома культуры курортного района. Здесь работает Татьяна Васильевна Юртайкина. Она преподает танец, а танец, как известно, не имеет возраста. Татьяна Васильевна, добрый день! Добрый день! Я знаю, что вы обучаете как маленьких совсем, так и женщин 50+. Скажите, пожалуйста, как найти подход каждому? Я думаю, что мне удается найти подход ко всем, и к молодым исполнителям, и к более старшим. Хотела бы небольшую такую корректировку внести, не 50+, а даже 60+, потому что недавно моей самой юной девушке исполнилось 60 лет. Поэтому у нас коллектив уже переступил границу 50+. Детей я люблю, детей я обожаю, и я думаю, что это взаимно, потому что на наших занятиях царит дружба, мир и веселье. К детям, конечно же, через любовь, через игру, через их любимые образы, принцессы и так далее. Что касается взрослых моих девчонок, я их так называю, вы знаете, к ним я отношусь, наверное, как к маму. Да, действительно, это так. И мои с мамой отношения прекрасные. То есть у нас с ней гармония полная. И с девочками то же самое. Я не позволяю себе лишнего, они не позволяют себе лишнего в ответ. Как-то так сложилось с самого первого дня, что они выстроили для себя схему, так скажем. Да, я педагог, несмотря на свой молодой возраст, они все-таки пришли ко мне обучаться. Поэтому на занятиях у нас четкая иерархия. Я педагог, они мои ученики, еще раз повторюсь, независимо от возраста. Что касается наших, так скажем, неурочного общения, там, конечно же, немножко иначе. Коллективу раздолье три года, правильно, да, недавно исполнилось? Да. Можно ли подвести какие-то итоги вот за проделанную работу? За последний месяц было порядка 13 или 14 концертов, включая конкурсные концерты, галоконцерты, концерты, посвященные праздникам, Дню Победы. И на всех мы выступили очень достойно. У нас лауреатство первой степени, у нас призовые места. Я думаю, это самое главное, чтобы педагог, хореограф был сам доволен своей проделанной работой. Да. Я думаю, что да, знаете, такой бальзам на душу. А кто среди ваших воспитанниц? Вот какой у них характер и чем они занимаются в повседневной жизни? Мои девчонки, они все уже на пенсии. То есть они посвящают себя сейчас в данный момент танцам, пению. У нас здесь очень много разных направлений в Доме культуры. То есть они мне не только танцуют, они еще и поют, и рисуют. Вот. Они очень талантливые. Среди них есть врачи, есть владелицы салонов, ну, бывшие все, да, конечно, сейчас они на пенсии, социальные работники. То есть круг такой очень широкий. И в данный момент они, наверное, я так думаю, они радуются жизни, посвящают все свое свободное время любимому делу. Ну и, конечно же, огород и дачи. Само собой. Естественно. Осенью будем пожинать плоды и кушать вкусные овощи. А можно ли сказать, что это такая некая одушина, вот танец для людей, которые сейчас уже на пенсии? Я думаю, сто процентов. Потому что это не секрет. Они мне говорят сами, что они ждут с удовольствием вторник и четверг. Они ждут наших встреч, они ждут занятий. Они радуются каждой нашей минуте. Я с большим нетерпением жду, когда у нас вторник и четверг, начало занятий. Но когда у нас конкурсы или какие-то галоконцерты, это вообще праздник просто души. И, конечно, это дает больше жизни, стимула. Потому что все-таки балерины уже 60 плюс, что и говорить. Вот. И, конечно, очень внутренний мир много значит. Вот. Татьяна Васильевна настолько добрый, понимающий человек. И настолько она талантлива в том, что она видит, кому какое движение подойдет. И как вообще в общей организации коллектив выполнит достойно это движение. Поэтому у нас все станции на высшем уровне. А Татьяна Васильевна у нас имеет очень такой хороший подход к каждому. За три года она нас уже достаточно выучила. Знает, что мы себя представляем. Как педагог, она человек высокой танцевальной культуры. Потому что, когда мы ездим на конкурсы, мы видим танцы. Я считаю, что если человек вышел на сцену, он должен что-то рассказать своим танцам. А не просто показать какие-то движения, па там, фуэте. И у нас каждый танец – маленький спектакль. А преподаватель – это просто сказка. Она с нами, как с детками, оттачивает каждое движение, расскажет все, научит. Я ночью могу спать, и если меня поднимут среди ночи и заставят танцевать, я любой танец исполню без репетиции. Вот настолько наш преподаватель с нами работает. Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Всем спасибо. Девочкам спасибо за то, что они есть. Потому что приходишь, общаешься, радуешься, живешь. В таком возрасте ты доставляешь себе удовольствие. Слава Богу. Татьяна Васильевна, а помните ли вы, с какого возраста начали танцевать, и как вообще это переросло в вашу профессиональную деятельность? Это очень интересная история. Я с детства хотела стать балериной. Вот сколько себя помню, вот как я помню себя в маленьком возрасте, моя мечта была стать балериной. Мой любимый фильм был Анна Павлова. Я его смотрела там много-много раз, когда его показывали по телевизору. И всегда повторяла за ней какие-то там па. Так сложилось в моем детстве, что меня отдали в музыкальную школу на класс фортепиано. А вот мечта моя рухнула с того момента. Я не помню, чтобы я хотела танцевать больше. Но я занималась в музыкальной школе. Все было в порядке. Школа, музыкальная школа и так далее. Но потом мы переехали из одного города в другой. И так сложилось, что я попала именно в танцевальный класс. Я начала себя попробовать в бальных танцах. Все это было очень интересно, успешно. Ну и все зацепилось. Дальше я поступила потом в хореографическое училище. И все вот так плавно-плавно в танцевальной струе. Как приходят идеи на создание того или иного танца? Чем вы вдохновляетесь? Есть праздничные дни определенные, которые требуют определенного, как это правильно сказать, направления танцевального, определенных танцев. Там тот же 9 мая нужен военный какой-то образ. Правильно, да? Там есть праздники, масленицы такие вот более уже русские наши. Там что-то хочется пободрее, повеселее. Ну и соответственно, вот исходя из этих моментов, изначально, да? И рождаются идеи. Сегодня еще хочется затронуть такую тему. Вы же еще преподаете у самых маленьких, да? То есть от 5 до 7 лет. Как происходят занятия? И насколько они сложны? Я задавала себе этот вопрос. С кем же мне легче? С детками или все-таки со взрослыми? То есть такой колоссальный, да? По промежу так возрастной, да? Я, наверное, умею переключиться в нужный момент на детей, а потом в нужный момент на взрослых. А вообще я задавала себе этот вопрос, и мне кажется, знаете, как происходит? Я от детей заряжаюсь вот этой детской энергией, непосредственностью, вот этой радостью, глазами, улыбкой, перевариваю это все в себе, и потом это отдаю взрослым девчонкам. Кто занимается с детьми, меня поймет. Дисциплина. Особенно поначалу, когда они только-только приходят, нужно к ним найти подход и выстроить вот этот вот ритм рабочий. Сейчас под конец года у нас все отлажено четко. Татьяна Васильевна, ну и напоследок, что танец значит для вас? Часть моей жизни. Все-таки часть моей жизни, и с детства я мечтала танцевать, и, кстати, я танцую иногда, такое тоже бывает, редко, но бывает. Я все-таки люблю больше наблюдать за девочками со стороны и давать какие-то указания, да, находясь за кулисами, либо там внизу сцены. Но бывают такие моменты, когда мне приходится кого-то заменить в силу обстоятельств и так далее. Я встаю в номер, у меня есть свои костюмы, специально отшитые тоже для меня, и вот помогаю, так скажем. Девчонки старшие любят, обожают, когда я с ними вместе танцую. Им, как они мне говорят, им увереннее стоять на сцене, им веселее, им надежнее, когда я рядом там, среди них. Ну, конечно же, это работа. Конечно же, это работа. И работа непростая, работа порой бывает сложная. И у нас был с вами разговор по поводу постановок, как они приходят. Порой это бывает мучительно, а порой даже в ночи ты просыпаешься и думаешь, да, точно, вот здесь мы пойдем налево, а здесь направо. Татьяна Васильевна, большое спасибо. Вам только творческих успехов, чтобы все дипломы Питера только были ваши. Я благодарю вас. Спасибо большое. Будем стараться. Сегодня мы точно выяснили, что для танца не важно, сколько тебе лет, главное танцевать с душой. Не пропускайте наши выпуски и увидимся ровно через неделю.